Европейский день знаний Дорогие друзья, это важно, что вы сегодня выбрали наш вуз, и вы будете иметь большую перспективу и большое будущее. Для будущих специалистов прозвучал гимн «Альма-Матар». Также студенты принесли клятву университету и из рук президента МГУ. Академика Сергея Кивалова получили символический студенческий билет и зачетную книжку. Урочисто обещаемо самовиданно и наполегливо владевать знаниями, умениями и навичками креативных профессийных компетенций, необходимых современным фахивцам в соответствующих сфер деятельности. Клянемося гордо нести имя нашей «Альма-Матар», примноживати славные, освятние и науковые традиции МГУ. Студенты МГУ дружно встретили новых членов своего коллектива. На празднике выступили танцевальные ансамбли, лауреаты международных песенных конкурсов, а также участники украинского телевизионного шоу «Х-Фактор». Первым поздравил студентов-новичков президент МГУ Сергей Кивалов. Народный депутат уверен, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и европейская система образования университета позволят подготовить настоящих профессионалов. Большое количество выпускников школ стали студентами МГУ. И, наверное, не случайно мы в этом году сделали общий набор почти полторы тысячи. Я считаю, что это хороший результат. Успех МГУ заключается в том, что мы более динамично можем внедрить в учебный процесс те программы, которые сегодня необходимы. Я хочу всем студентам МГУ и студентам других высших учебных заведений пожелать, самое главное, творчество, благополучие, востребованности. И хочу, чтобы в их семьях, в их домах всегда было все хорошо. В прошлом году МГУ отметил 15-летие с момента своего основания. МГУ динамично развивается. В этом году сюда поступило 5 тысяч студентов. Также высшее учебное заведение предоставляет диплом европейского образца. Университет заключил договоры о сотрудничестве с рядом госучреждений, украинских и зарубежных компаний, образовательных центров, туристических фирм и бюро переводов. В связи с этим у студентов есть возможность пройти практику в странах Европы, а также в Китае и США. Поздравил первокурсников и посетил МГУ народный депутат Украины Дмитрий Колубов. Мы можем посмотреть направо, здесь идет стройка. Посмотрим налево, здесь тоже построили высокоэтажку. И на этом участке земли можно тоже было построить несколько многоэтажек, заработать за год буквально большие деньги. Но Сергей Васильевич сделал все наоборот. Он построил здесь учебное заведение, которое, конечно, не приносит таких денег. Но оно приносит плоды нашему городу и нашей стране в виде качественного обучения, в виде хороших преподавателей. Эти дети, которые сегодня являются студентами, они в будущем будут развивать наш город. Он закладывает уже сегодня будущее нашего города. И в этом его большая-большая заслуга. Выпускники МГУ успешно работают на госслужбе, правоохранительных органах, банках, финансовых учреждениях, ведущих предприятиях, украинских и зарубежных компаниях в сфере образования. Хорошие знания иностранных языков и наличие международного опыта открывают для выпускников университета широкие перспективы для трудоустройства за границей. Это и является важным показателем успеха вуза. При поддержке Всеукраинской Федерации Макатакай Карате на базе университета создан Центр боевой подготовки. Таким образом, к моменту окончания Института права экономики и международных отношений, выпускники получают все необходимые навыки для сдачи физических нормативов при трудоустройстве и добиваются успеха в профессиональном спорте. Я считаю этот вуз одним из самых престижных в Украине. Мне довольно-таки нравится моя будущая профессия, моя специальность. И Одесса – это очень заводной, клевый город, в котором бы мне безумно хотелось продолжать свою будущую жизнь. Этот университет довольно-таки отличается именно своим ремонтом. Здесь приятно находиться в здании, здесь довольно-таки хорошие учителя, образованные, все молодые. Знаете, как идет новое поколение немного. Именно это оно как манит в себе. Менеджмент – это одна из самых востребованных профессий в нынешнее время. И в Международном гуманитарном университете подготавливают именно настоящих профессионалов. Университет чувствует себя более чем отлично, имея отличные поля для футбола, для баскетбола, теннисные корты. То есть развитие, допустим, для спортсменов вообще великолепное. Также Международный гуманитарный университет заключил соглашение о сотрудничестве между Институтом права, экономики и международных отношений и Институтом европеистики факультета политических наук и международных отношений Варшавского университета, которое предполагает получение студентами вуза двойных дипломов. Я чувствую ответственность и то, что я вступаю в взрослую жизнь. И это последний путь и очень важный шаг для меня, важный день. Каждый студент просто мечтает о комфортных условиях, о насыщенной студенческой жизни и, в общем-то, об интересном факультете. Я считаю, что международное право – это достойный факультет, он даже круто звучит. Выбрала «Экономика права и колледж», потому что это лучшее заведение страны и это перспективно. Я мечтала быть правоведом вообще с самого детства и выбрала это заведение, потому что здесь есть трудоустройство, стажировка за границей. Я думаю, здесь каждый мечтает учиться. Кроме того, в университете готовят специалистов на уникальном факультете искусства и дизайна. Это будущая творческая элита нашей страны. Ведущие и дикторы радио и телевидения, операторы, режиссеры и звукорежиссеры, дизайнеры. А в новом учебном году в МГУ откроют еще одну востребованную специальность – бокал. Мне очень нравится, как развивается ВУЗ, потому что он идет только вверх. А профессия эта привлекала меня с самого детства, я себя вообще не вижу в других профессиях, кроме этой. Международный гуманитарный университет сотрудничает со многими ведущими высшими учебными заведениями Европы и Азии. МГУ является партнером Центрального университета Китая. Долгие годы ВУЗ поддерживает партнерские отношения с немецкой службой академического обмена. В образовательной программе ВУЗа помимо привычных нам европейских языков – английского, немецкого, французского, итальянского и испанского – студенты факультета лингвистики и перевода изучают арабский, китайский, а также новогреческий язык. Я с детства увлекаюсь иностранными языками, а Китай имеет очень интересную культуру, завораживающий менталитет и является двигателем прогресса. Когда я первый раз сюда пришла, я пообщалась с преподавателями китайского языка, английского языка. Мне очень понравились эти люди. Раньше, до того, как я выбирала университет, я была в других местах, и там расположение к студентам, к абитуриентам было не совсем таким положительным. Я выбрала Международный гуманитарный университет и факультет филологии, потому что сейчас это очень прибыльно, сейчас это развито, языки нужны везде, и именно этот университет дает такие знания. Я считаю, что условия университета влияют на обучение студентов, потому что чем лучше инфраструктура, тем лучше обучение. Я когда зашла в Международный гуманитарный университет, я удивилась, так как не видела таких университетов, они красивые, все хорошо здесь, чисто. Я почувствовала сегодня то, что здесь все очень дружны, поняла, что здесь я, я поняла, что я правильно выбралась, то, что я пошла в Международный гуманитарный университет, так как здесь преподаватели очень хорошо взлагают языками, и поняла, что здесь будет лучше обучение. На базе университета открыли первую в Украине ультрасовременную студенческую стоматологическую клинику. Здесь действует аспирантура по специальности стоматология, а также открыта новая специальность гигиенист или зубной техник в медицинском колледже. Кроме того, уже завершено строительство второй студенческой стоматологической клиники, которая уже совсем скоро распахнет свои двери. Очень рада учиться в этом университете, потому что тут шикарные условия, шикарная материальная база, и мне нравится. Меня впечатлило условие этого университета, ведь тепло, хорошо зимой, плюс и хорошие специалисты, которые могут успешных людей выпустить. Ну и все достаточно на высоком уровне. Я поступила на фармацию, потому что меня всегда впечатляла медицина, мне всегда было это интересно, и с самого детства я хотела стать врачом. Почему Международный гуманитарный университет? Потому что я очень наслышана о нем. Я наслышана о профессионализме преподавателей в этом институте, о хорошей атмосфере и правильном подходе к ученикам. В Международном гуманитарном университете создана лучшая в нашей стране материально-техническая база, и она продолжает совершенствоваться. Гордость университета – спорткомплекс на восьмой станции Большого фонтана на берегу моря, который стал центром развития различных олимпийских видов спорта и местом проведения всеукраинских и международных соревнований. Также на базе университета откроют ультрасовременный центр кибербезопасности и цифровых технологий. Это позволит значительно повысить уровень подготовки IT-специалистов. Продолжение следует...